Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец и сегодня мы продолжаем цикл экстремальных пехотных боев на Ultimate Apocalypse Mode версии 1.7.2.7 новой расы. На очереди у нас охотники на демонов и их полуторачасовой бой, полуторачасовая мясорубка просто вселенских эпохальных масштабов против Имперской Гвардии, Некронов и Орков. Режим каждый сам за себя. Давайте посмотрим, как это было. Для тех, кто соскучился по таким масштабным баталиям после сражений на оригинале, на которых довольно много тактики, но эпика не хватает по сравнению с Ultimate Apocalypse. Вы зашли в правильное видео, этот эпик, это мясо и невероятные зрелища вы обязательно увидите. Карта не особо подходит, скажем так, для режима FFA, Red Hall, Крысиная Нора. Это карта для командного боя прежде всего, но я люблю экспериментировать вот с такими вот, скажем так, нестандартными картами в нестандартных режимах, именно поэтому я ее и поставил. Она достаточно маленькая, компактная, и поэтому плотность боя обещает быть максимальной. Но я думаю, что не стоит напоминать, что сложность компа максимальная. Он здесь лишен самозастроя, то есть это улучшенный искусственный интеллект, который вваливает все свои ресурсы в развитие и в войска, а не в дублирование бесконечного количества зданий, в которых он обычно и застреет под конец боя. Это касается оригинального искусственного интеллекта. Итак, я нахожусь вот здесь, вот видите, в крепости. Крепость это явно имперского происхождения. Скорее даже это некий космопорт, бывшая стартовая площадка для ракет. Здесь мы уже видим разрушенные останки этого великого помпезного сооружения. Со мной также находится имперская гвардия. Среда обратно-брата пойдет в этом бою, именно они были моей первоначальной целью, потому что если бы я брал полностью крепость, у меня уже появлялась возможность для маневра и атак, скажем, через два прохода, либо на некронов, либо на орков. Я не знал, каким образом они здесь распределены, где орки, где некроны. Но разведать, в принципе, это можно было после того, как я уничтожил боемперцев. Пока это было не принципиально важно. Здесь именно вот таким уже происходила разборка некроны орки и имперская гвардия-инквизиция. Как видите, игнорируют имперский гвардеец запрет на строительство турелей, хотя на улучшенном искусственном интеллекте у меня стоит именно запрет на строительство данного вида сооружений. Потому что турелями ком злоупотребляет очень и очень сильно, и, как и зданиями, он себя чаще всего застраивает. Если в пехотном бою это не так важно, потому что пехота все равно пролезет, скорее всего, между ними, то вот если он использует все виды войск, технику, там уже он вполне может и застрять. Так, он садится в пехотный штаб и начинает расстреливать моих телохранителей. Я сразу же отступаю. Забрал я здесь реликт. Ну и подтягиваю все войска для того, чтобы имперца уже протковать более мощно. Смотрите, кого здесь пригвоздили. Перский гвардеец на укреплениях просто висит на мече и на болтере. Штыком его пронзили, пригвоздив к бетонной стене, к бетонному сооружению. В общем, пока я атаковать не могу до тяжелого вооружения. Смысл сливать здесь был телохранителей и терять время, терять ресурсы на их пополнение. Орки пока особо тоже не атакуют. Имперский гвардеец пытался забрать себе реликт. Хотя, по сути, он ему и не нужен, потому что... Супер юнитов здесь не будет. Он ему нужен был только для дополнительных ресурсов по влиянию. Ну, понятное дело, кто забирает реликт на стороне орка с некроном, это орк. Некрон никогда не атакует в самом начале. Что на версии 1.7.3 он течится, что... Естественно, на версии 1.7.2.7 Такая специфика у расы. То есть, они играют чисто от обороны. Течится, и человек играет абсолютно так же. То есть, это не то, что комп любит так действовать. Это производственная необходимость. Таким образом происходит развитие у данной расы. Она атакует чуть позже, чем остальные, но зато потом уже гораздо мощнее. Пока я опять отступаю, имперец приходит в Т2, тем временем уже строит механизированный штаб. Но технику он вывести, естественно, не сможет. А техника ему особо и не нужна. Он тут собирался атаковать спам пехоты. Кои у него имеется огромное количество. И, в принципе, неплохая пехота видеогринов и кассаркинов, но уже на Т3. Я тут немного отступил, потому что хотел посмотреть, что там творится у орка. У меня здесь была вот как-то туториаль. Была уже проапгрейженная точка. Строил здесь декрет очищения, который пехоту замедляет. Поэтому я, в принципе, не боялся за прорыв имперцев на данном периоде боя и развития. Орк атакует. По-моему, первая атака пошла на Некрона. У Некрона здесь есть скоробей, которые, в принципе, всю его пехоту довольно-таки легко могут пожрать. В большом количестве. Но скоробей в то время не так уж и много. Хотя он уже создал монолит, но войска не выводят. По всей видимости, он течился дальше. Кстати, Некрон, так же, как и имперский гвардеец на большинстве карт, лишен вот этого запрета на производство турелей. То есть, он их ставит в любом случае, несмотря на то, что я в настройках запретил их строительство. Так что, в принципе, бой вполне равный. Империс турели ставил. Некрон здесь турели ставил. Орк, естественно, ставит свои гидпосты игра, которые тоже в качестве турели могут рассматриваться. Ну и я здесь тоже турели поставил. Так что, никакого читовства, никаких преференций, преимуществ для какой-то отдельной расы, для какого-то конкретного игрока. Ну, пока что все, опять же, ждут, кроме орков с Некронами. Эти ребята, обладая большим количеством ресурсов, чем я, могут и развиваться, и отковать одновременно. Но пока что, как видите, орк вроде бы начинает Некрона прижимать. Хотя Скоробеевы ходят в немеренных количествах. Он никого не уводит из Монолитов, так что, видите, он начинает подниматься, апгрейдиться. Очень неприятно вот эти подразделения. Крот-ганги. Неприятно, прежде всего, их пушка. Которая разбрасывает пехоту, наносит ей дикий урон, стреляет велико. Ну и к тому же они могут быть скрыты. И они... Невидимо, пока к ним не подойдут Скоробеев. Ну, пока Некрон особо... Никуда не торопится. Он уничтожил все войско-орков, которые атаковали. И он отступает. Здесь я уже создал своих орудийных сервиторов. И начинаю постепенно поддавливать перску гвардейца. Здесь я доминирую, скажем так, на нашей половине. Наверху карты. Потому что я захватил реликт, я захватил щит-атецентр. И отсюда могу развивать свои дальнейшие атаки. На самом деле, имперский гвардеец через пехоту практически никаких шансов не имеет против охотников. Если правильно за них играть. Пехота охотников сильнее. Одна из сильнейших пехот в игре. На мой взгляд. Но в этом бою вы сами сделаете вывод, чья же пехота сильнее. Кстати, это первый, по-моему, бой на моей памяти, где я ставил Некронов в пехотном бою с противниками. И вот сейчас вы узнаете, на что они способны использовать только одну пехоту, когда за них играет комп. Восьмой бой вы уже видели. Теперь посмотрите, как играет искусственный интеллект за них. Ну, в принципе, имперский гвардеец практически шансов не имеет и через технику против охотника, потому что антитех очень мощный. Те же орудийные сервиторы в числе четырех отрядов на Т2 могут спокойно разнести любой теху имперца. Но на карте, где много точек, он, естественно, может там затурелиться, где-то зажаться на базе, протеющийся до лемон русов, уже докарающих. И вот тогда придется довольно туго и охотнику. Некрон отбился. Лорду создает и продолжает дальше апгрейдить свой монолит. В отряд бессмертных выходит. Опять куча скоробеев. И Орк пока ничего не может здесь противопоставить Некронской экспансии. К тому же Некрон пытается поставить термогенератор. И если он это сделает, соответственно, получит, опять же, дополнительное количество ресурсов. Интересная противостояние, кстати, Некрона и Орка. Две расы, которые немного по-разному играют. Орк через Пам. Но Некроны через Течь, через атаки хорошими войсками, уже на Т-3, Т-4 обычно. Используя бессмертных парей-звежевателей. Не сближаюсь я ближе, потому что пехотный штаб ремонтирует, как видите, своими строителями. Точнее, полевой штаб ремонтирует своими строителями имперец. И стреляет очень далеко плазма. И здесь бы я просто бы терял войска зазря. Если бы у меня была химера, если бы я имел возможность использовать технику, естественно, я сейчас бы химера бы поджался, а войсками бы расстрелял бы этот полевой штаб, пока из него болели бы по химере. Но химер нет. И поэтому приходится дожидаться более серьезным. Уделение не теряя ресурсов. Видите, у меня на определе влияние. А имперец уже в Т-3. У него уже огрины вышли. Ну, у него имеется три точки. Максимально, видите, проапгрейдженных, кроме одной. И, соответственно, термогенератор построен. И, соответственно, он может спамить большое количество войск. Вот здесь он построил штаб механизированных войск. Это просто, скажем так, баг-повтора, когда строительные леса остаются после окончания строительства. Вывожу инквизитора, вывожу сервиторов в поддержке. Именно они должны были отвлекать на себя огонь, продавливая в качестве химеры к вот этому вот полевому штабу. Остальные войска должны были приближаться на более короткую дистанцию уже с помощью милиталайзеров и плазменных винтовок расстреливать это здание, которое не давало мне пройти дальше. Да кроме него, собственно, ничего не осталось. Угрожающего мне у имперца, пока он абсолютно ничего не может сделать против охотников. А с другой стороны уже не крон, переходит в наступление на орка. Да-да-да, он не будет играть вечно от обороны. Он будет показывать зубы, свои когти и клыки у тех свежевателей. Видите, он стоит у рили, совершенно игнорирует запрет на их строительство. Проапградил точку и теперь орку подойти довольно-таки проблематично к его базе. Орк в Т-3. Я видел, там у него варбосс бегал. Ну, а я уже так же в Т-3. Но необходимо было сминать имперского гвардейца. Я не знал, что там происходит на другой стороне. Для меня все это было скрыто туманом войны. Примерно вот это вот я видел. Вот. Вся область, которая была для меня открыта. Вот здесь. Больше я ничего не видел. И если бы орк, скажем, сминал Некрона сейчас, он мог напасть одновременно с имперским гвардейцем на меня с двух сторон. И поэтому мне необходимо было добивать его как можно быстрее. ПФА вам необходимо как можно раньше смять своего оппонента первым. До того, как с другой стороны, скажем, ваши враги не разберутся друг с другом. Тогда вы уже будьте подставлены под удар с двух направлений. Это всегда очень опасно. И вот я, видите, бегу своими сервитерами поддержки к их полевому штабу. Покажу ближе и начинаю его расстреливать. Но не все так просто. Он втыкает еще один полевой штаб. И не дает мне сблизиться. Можно было, конечно, терять здесь войска, но у меня не было, скажем так, достаточно количества ресурсов, чтобы спамить их в больших количествах. Видите, он постоянно мешает. Здесь командирским отрядом своим нападает, огренами. Отстраивается и не дает. Не дает полевой штаб уничтожить мне. Вот она начинается знаменитое мясо ультимейт Покалипсис Муда. И это только, ребята и девчата, начало. Давная мясорубка еще далеко впереди. Вводит, считай, только 14 минут, а мини изменяет память. Это полуторачасовое сражение. Некрон, кстати, также игнорирует, по-моему, запрет по технике. Но вот разрушителей он не выводит. Это просто второй командир у него. А вот тех же гусениц он использует в полном объеме. Не на всех картах, но на большинстве. Орк пока что отбивается, но сражение идет довольно равное. Здесь Некрон уже также в Т3. Он использует, как видите, пари бессмертных с проапгрейжными своими гауссовыми пушками, направленные именно против пехоты. Но отходит назад. У Некрона здесь проблема в том, что у него было всего три точки. Это не обеспечивает максимальный лимит по пехоте. Должно быть четыре. Но, в принципе, за то огромное количество ресурсов, которое позволяло им постоянно давить. Все, я перехожу в атаку. Решил я все-таки продавить его в полевой штаб. Я проапгрейдил по максимуму, как видите, орудийных сервитеров. Теперь у них у каждого имеется металайзер. И таким вот образом я могу даже под, скажем так, ремонтом уничтожить это здание. Они по мне стреляют, но я это игнорирую. И расстреливать, продолжая пересчитать, что поиграл. Всем понятно, что не смогли они одолеть охотников. Вот показательный бой имперской гвардии против инквизиции. Я уже играл за имперцев против инквизиции. Тогда их одолел, заборол, несмотря на то, что они используют дредноутов, четырилек. Здесь я играю только с пехотой. Покойненько его прорываю. Причем доминировал я с самого начала. Захватил сразу центр. Ну и оттуда начал свою атаку. Все правильно, используйте войска, у охотников. У имперской гвардии нет никаких шансов с самого начала. Что в пехотном бою, что в стандартном. Игра используется все виды разделений. Ну вот и все. Буквально одна мощная атака проапгрейдженными орудийными сервитурами с мельталазерами заканчивает жизнь имперских гвардейцев. А здесь страсти кипят. На этом фланге орки не хотят отдавать ни пяди земли, ни кроном. А некроны не хотят отдавать ни пяди земли оркам. У меня была довольно серьезная здесь проблема кого из них атаковать. То есть я подвел войска, посмотрел, что происходит. Увидел, что они примерно бьются по центру своей половины. Никто из них не доминирует. И кого из них атаковать в самом начале это был вопрос. В принципе, повторяюсь, некроны очень сильны и очень неудобны потому что они затуреливаются и потом прорвать их оборону когда они максимально раскачаются довольно-таки сложно. И дело в том, что если бы я атаковал бы кого-то из них меня бы с бочином бы атаковал или некрон или орк и он не дал бы мне сразиться один на один с противниками. Вот чем неудобна эта карта она не рассчитывается на фа, повторяюсь. Это командная карта и мне приходилось бы здесь ждать кто же из них кого победит и с победителем уже сразиться один на один. Но не все так просто. В общем, увидите как дальше развивались события. Самое интересное впереди. Это сейчас они разбираются друг с другом а потом они решат сагриться на меня и вдвоем напасть на охотника решив, что он является основной угрозой для них а не их оппонент на их же стороне. здесь я решил напасть на орка для начала потому что все таки он был более многочисленный чем некрон но вот тут я нарываюсь на некронов то есть я выхожу с своего космопорта и нарываюсь сразу же на толпу некронов которые шли по всей стенке сковать орка но тут заметили они существование товарища крестоносца и решили что необходимо бы заняться и им но отступает он отступает с двойным давлением со стороны орка и меня орк молодец пока он довольно неплохо отыгрывается поставил здесь еще и второй свой лагерь ресурсов у него количество увеличивается товар босса он тут продолжает апгрейдить а я продолжаю апгрейдить своего коммодора серых рыцарей он заменяет мне чаптер мастера у босса десанта да он слабее считаешь чем чаптер мастер у него нет такого четвертого щита но большое количество хп и обилок очень крепкая броня позволяет ему совершать невероятные вещи в таких пехотных сражениях незаменимый юнит итак некрон некрон доминирует над орками смотрите зал сборки должны здесь играть первой скрипкой но ничего подобного и они отвлекаются еще и на меня частично решила и отойти не потому что я испугался механика а потому что я не хотел мешать их разборке потому что видите орк агрился на меня некрон агрился на меня в принципе можно было скажем так позволить им уничтожить друг друга а потом с победителем повторяюсь один на один разобраться но вот не видел я того что некрон наступает и стал орк дожимать а вот оркс агрился как раз и на меня решил распределить войска как бы 50 на 50 прикрыть и свою основную базу и второстепенную которую здесь я уже начинал строить естественно захватил все точки которые были у имперского гвардейца застраиваю здесь термогенератор у меня уже придется 224 по влиянию 97 по энергии энергия мне также была нужна для апгрейдов поэтому я застраиваю термоген уже 129 становится прирост микрон переходит свою очередную атаку всего этого я не видел подсветить было некем конечно здесь могли бы убить с культ смерти подсветить но они занимают дополнительный лимит по пехоте не стал их выводить поэтому смотрим как они разбирались тогда сражение активно использует орк лутсов прячет их за зданиями грамотно играет и до большого расстояния наваливает по уникронам пехоту орков я считаю сильнее чем у уникронов будет но за счет лордов и огромного количества их обилок микрон вполне может конкурировать даже с этой сильной расой многочисленной кстати в следующем видео пехотного боя за космодесант там уже были и орки и тираниды в одном бою и демоны посмотрите кто же сильнее орки или тираниды там была именно игра с орки если я не ошибаюсь то сражение было на 2 часа если этот бой на полтора то бой за космодесант на 2 на моей памяти это по моему был самый кровопролитный бой если здесь количество убитых было запредельное то там уже так сказать все происходило за грани безумия здесь я такую уникрона решил может быть его чуть подприжать чтобы позволить оркам прорваться пытаясь ослабить их всех сражается здесь в одиночку командор серых рыцарей с париями некронскими но не так все просто уникронов настреливали по мне видите огромное количество бессмертных с большой дистанции да еще к тому же и турели даже щит не выдерживает командора серых рыцарей здесь я веду уже вперед своих телохранителей инквизитора делаю это намеренно просто так их не стал уничтожать сливаясь скажем так в бою зато после всю жизнь происходит они мне были не нужны мне нужны были уже терминаторы серых рыцарей понятное дело что вот такие поиски мне было их не продавить они уже по максимуму протечились и остановить такое рау было весьма и весьма сложно перстепенно скажем такое скамер орк переходит наступление сминает термогенератор у некрона начинает разбирать его турели я уже восстановил щит у командора серых рыцарей и пытаюсь снова на некрона давить помогая орку сейчас его прорвать вот мои первые терминаторы которых я мог конечно вывести раньше просто не сливал войсказов зря но учитывая раскачку экономики в квите 201 прирост 175 201 повлияние 175 по энергии вполне было мне достаточно для того чтобы попытаться их более основательно протковать но не хватало даже с таким приростом по влиянию не хватало ресурсов чтобы их копить практически играю на пределе сейчас вот только пошло пополнение когда я не обкрыл живой скайни поднимаю новые микро пытается меня отбросить а орк в этот момент его сминает и казалось бы все микрон конец знаете как он турели наставил вот это называется игнорирование запрета на строительство турелей причем он построил их за термогенератором то есть к нему подобраться практически нет никакой возможности я прекрасно думаю что все понимают насколько турели в таком количестве второго уровня уникрон сильные особенно против пехоты не вхожу я глубоко на базу я видел там огромное количество турелей прекрасно я понимал что пока мне их не прорвать позволял отливать свои войска и прорываться вперед и сейчас он разрушит по-моему термогенератор произойдет большой бодобум все его войска которые стреляют и уничтожают базу некрона отправятся в полет вот очень читерная такая боба замедленного скрытого действия уникрон как термоген вот он его взрывает и и собственно вся армия которая должна была уничтожить его базу улетает на базу на свою собственную базу ворка в итоге некрон не теряет ни одного из генераторов но уничтожает все его атакующие войска и мне приходится отступать потому что меня так же зацепило я не видел сам момент разрушения термогена я увидел только уже взрывную волну которая на меня шла но орк продолжает надавливать тем что у него осталось так вы понимаете вот эти вот турели которые стоят за вторым термогеном не позволяют орку повторить фокус у него большая часть войск уничтожена была взрывом сейчас просто не хватает для того чтобы продавить и вот таким образом спасает себя некрон от уничтожения хотя орк его продавливал даже в принципе это без моей помощи он его продавил бы но некрон жив и он начинает отстраивать свою базу пытается отбросить меня еще далеко для него не все закончено сражение я здесь мог попытаться на него надавить сильнее но здесь как видите проблема зеленокожих назревала очень и очень существенная не дают они пройти к некрону атакуют скраю теперь они заинтересовались мной орки в этом бою доминировали они в общем смотря на малое количество точек умели раскачаться за счет второй крепости двоекратного прироста по влиянию и атакуют имени и некрон одновременно примерно час остается до конца боя абсолютно непонятно кто здесь победит каким образом прорывать мне орка каким образом прорывать некрона пока я вышел из этого узкого прохода но дальше продвинуться не могу потому что огромная орда орков такует меня снизу а сверху на меня напирает еще и некрон да еще плюс его турили не его турили я бы прорвался и он очень здесь удачно как видите втыкает свою телепорту она является как бы барьером с огромным количеством хп закрывающим все вот эти вот агитпосты игра и остальные строения то есть он спокойно прослачивается если бы он использовал бы технику он сейчас бы здесь застрял но его пехота как видите свободно проходит никто здесь не застреет на базе и он загородился здоровенной непробиваемой стеной загородил кучу зданий которые стреляют да еще за этой стеной может стрелять пехота и так вот я атакую некрона видел что орк отошел и поэтому сейчас я решил развернуть полномасштабную атаку уничтожить его потом уже заняться орком 1 на 1 вполне неплохо я прорываюсь терминаторская броня у терминаторов серхрыцарей позволяет принимать на себе огромное количество урона от их турелей плюс я зарядился да и завтра телепатику с несколькими опилками спалил часть из них ну и принимает на себя огонь турелей щит командора щит командора серых рыцарей и вот его щит практически истощен и видите я отступаю потому что орки я отступил не потому что я испугался там 4х у турелей орки атакуют мою основную базу они забили на некрон о чем я и говорил и решили уничтожить меня на контратаке пока я занимаюсь зим то есть они действуют как в фа действует человек смотрите они просто прорывают мою оборону которая здесь была настроена и идут я не стал нападать им вбок я обхожу по своей базе и если бы не их атака сейчас бы я добил бы некрона и после этого бы занялся ими вплотную а сейчас некрон получает возможность отстроиться потому что все его бросили орки его не атакуют где я его не атакую и теперь пошла разборка между мной и орком то есть он определил для себя основную угрозу в качестве охотников на демонов и атакует именно меня и то есть все что было сделано против некронов можно сказать было сделано зазря сейчас пока мы с ним разбираемся они сумеют снова отстроиться орк конечно еще тот жук перекрываем проход командор серых рыцарей на острие естественно атаки потому что именно его щит может поглощать большее количество урона практически мне нужно проапгрейд до максимума был апгрейды шли полным ходом на последний апгрейд идет очень долго около 3-4 минут он апгрейдится вот оно мясо начинается и это только опять повторяется самый начал даже не середина боя вот люди которые мечтали о настоящем вархамере о настоящей бесконечной вечной войне вот она отбрасываю я орка но все армия мне пришлось сюда подтянуть для этого ступаю назад потому что не хотел терять терминаторов просто так а орк наплевал на некрона он совершенно забыл о его существовании некрон в это время спокойненько строит монолит проапгрейдил свой второй монолит до максимума строит еще один третий ну это за место разрушенного восстанавливает все свои точки строит второй термогенератор сейчас опять застрою здесь турель спокойненько пока мы разбираемся и опять пойдет атаковать и думаете кого он пойдет атаковать он пойдет атаковать меня вот через этот вот второй проход который я уже застроил турелями потому что у меня уже были такие подозрения так как я себя обнаружил я уже атаковал некрона комп имеет очень плохую такую особенность мстить за такие атаки поэтому турелевый проход я был прекрасно осведомлен скажем так под светом что орк не атакует некрона он там развивается и сейчас может меня атаковать уже с другой стороны и ситуация обостряется часть войски отвожу на некрона то есть я решил здесь держать буквально орка несколькими отрядами командором а всеми остальными войсками его добить все таки не дать некрона успеть развиться так как орк его бросил решил заняться им я но сложно делить войска когда у орка их численность больше чем у нас да еще к тому же под постоянным давлением двумя как бы отрядами сервиторов довольно проблематично было сдержать командором вот эту всю араву настраивая здесь турелями все пространство все вполне честно повторяюсь империс использовал турели у орка а гидпост игра используется в качестве турели уникрона вообще тут турелей напихал как видите больше чем я в два раза поэтому я имел полное моральное право их использовать атакую я снова его но не все так опять же просто он здесь уже успел создать нехилую армию и успел подкопить ресурсов для того чтобы встретить орк как зомбировал я просто попер мой проход как он так вообще забыл про некрона честно говоря странно если бы против меня было два человека мне кажется они сыграли бы именно таким же образом то есть они бы просто скопировались пытались с двух сторон меня здесь уничтожить потому что каждый из них друг для друга представлял определенную угрозу но они были примерно равны а когда их атакует третий человек у которого считаете две базы с контролем находятся он является основной проблемой они пытались бы смять сначала вдвоем меня с двух сторон а потом бы уже бы занялись бы скажем разборкой друг с другом чем они сейчас в принципе и занимаются некрон меня атакует вынуждены отступать как видите здесь довольно солидные уже силы пошли по мою душу отхожу под турели и под декреты очищения собирался именно здесь их принимать всякая огромная куча на меня идет а с другой стороны орк не на секунду не ослабляет давление количество тел в этом проходе растет неумолимо я здесь же воткнул стену за которой собирался строить основное основное количество турелей атака захлебывается на некронов и теперь я оказываюсь в довольно-таки тяжелой ситуации и те и другие развились по максимуму некрон собственно компенсировал все свои потери опять вот тут настраивает турели за термогенераторами и он стал таким же каким был до нашей совместной атаки с орком зелен зелен как никогда и он так же забил на орочей атаки решил смять меня на другого шланга вот в этом-то и проблема мне было не распилить количество войск если бы у меня лимит был бы не 20 либо 40 подразделений я сейчас с удовольствием смял бы одного и другого но это было невозможно сделать подразделений у меня лимит был 20 как и у них несмотря на всю мощь охотников на демонов войск меня не хватало я же не делал ни в ресурсах было именно в войсках ну все орки пока что временно оттягиваются на свою базу отбросил я некрона и он здесь столкнулся с передовыми орчьими отрядами они снова сцепились в центре на своей половине и начинается все по новой все что было сделано до этого все наши атаки совместные с орком на некрона пошли прахом теперь дубль 2 может ли некрон победить орка сможет ли отомстить за свой разрушенный термоген и разнесенный половину базы разносит он орк термоген отомстил за свой разрушенный но и продолжает набирать всего этого я к сожалению сейчас не видел да и в принципе смысла мне здесь не было отковать некрона потому что орк бы опять развернулся на меня самый оптимальный вариант был снова их стравить вместе и позволить друг друга уничтожить ну или помочь минимально кому-то из них ведь я здесь подсвечиваю командорам сразу же идея была такая то есть орка увести за собой за командором на некрона именно поэтому сюда я прыгаю в самый бронированный защищенный отряд и видите орк не поддался на эту авантюру он все равно атакует меня через проход я вынужден своим командорам отступать на защиту базы он не побежал за ним и он не стал атаковать ну практически всеми войсками некрона только один отряд лутцев оттягивается с древнюю но большая часть войск атакует именно меня такая неоднозначная ситуация я не знаю с людьми было я думаю гораздо проще человек не может так все быстро контролировать и я бы сумел бы их стравить друг с другом а вот какой-то он такой товарищ что если наметил одну цель он будет на нее переть хоть ты там убейся об стенку людей друг на друга сагрить гораздо проще столкновение в центре у них просыпается взаимная агрессия и ярость ах ты там убил моих войск несколько отрядов да я сейчас тебе отомщу и все они бы начали заниматься друг с другом я потом с края обошел бы и там помог бы одному из них добить но здесь так не получается сделать видите он не сдается на мои провокации он наметил себе план в виде меня и поэтому продолжает давление через мой проход снизу варбол здесь борется огромное количество свежевателей пытается убежать от них и у него это удается сделать он также проапгрейдил почти по максимуму видите у него довольно мощная оборона здесь стоит лагерь который обладает большим количеством хп очень сложно разрушить потому что когда его еще ремонтируют и так же телепорт обладающий огромным количеством хп то есть он как в доте здесь сидит и до него никак не добраться а я здесь пытаюсь пытаюсь скрыть их оборону найти лазейку то одного то у другого но как видите орк не дает особо много времени чтобы использовать различные комбинации и вариации он давит здесь я решил не рисковать потому что любой из них мог меня протковать с двух сторон одновременно если бы я слил войска с одного с другого фланга на атаке они могли меня на контратаке прорвать а если бы это было одновременно с двух сторон могли бы и смять запросто поэтому пока все войска в обороне атакуют только с командором но и пытаюсь их опять же стравить друг с другом идея была все еще тогда актуальна время у меня было я особо никуда не торопился и поклонник бою за 15 минут на ultimate пока элипс модель на оригинале человек может снять как можно быстрее здесь он может сражаться до бесконечности комбинируя различные стратегии тактики в бою чтобы он получается более тяжелым более эпичным человек не может являться как пом упорно и долго а пусть человеком одна удачная атака заканчивает его сопротивление здесь я очень удачно заставил за стенами турели ракеты видите они не могут подойти их постоянно разбрасывают раскидывают расшвыривают но они напирают напирают просто биомассой я оставил здесь один отряд я два отряда оставил орудийных сервиторов под прикрытием прикрытием турелей для защиты пауз вступаю командором пытается меня здесь сагриться некрон но пока у него ничего не получается ведь я уже дополнительные турели ставлю потому что прекрасно я понимал бой затягивается бой затягивается и никакой возможности прорвать ни того ни другого пока что не было сам рельеф карта скажем так не располагал для атаке с двух сторон мы так или иначе сталкивались с орком если бы я атаковал у некрона и он же мне не давал бы его смять а я бы не давал ему его смять но мне удалось все таки часть войск корка оттянуть на некрона то есть мои все вот эти вот забросы командора серых рыцарей имели успех определенный и сейчас они разбираются уже друг с другом пока от меня временно отстали я бы вполне этим вариантом удовлетворенно доволен я был практически уверен что он сумеет второй раз так же прорвать некрона если бы он всеми войсками атаковал но часть 80 видите он оттягивает проход на меня и в этом была проблема то есть некрона хватало его подразделения чтобы отбиться от наседающих орков когда он атаковал не всей армии целиком то он еще пытается и меня проатковать посмотрите на эту наглую рожу но некрон тоже не дурак видя количество турелей которым противостоит и войску наступает предпочитая лучше орка чем инквизиция и вот он опять разворачивает все войска на меня и куча невидимых здесь идет 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 вот проход приходится командора оттягивать чтобы защитить базу потому что здесь уже не справлялись рудильные сервиторы и турели слишком их было много до конца боя остается 50 минут и непонятно непонятно каким образом вскрыть можно их кого-либо либо некрона либо орка вот такая огромная толпень просто жесть я не мог атаковать некрона мне бы не хватило просто банально войск без командора а командор должен был прикрывать основную базу вот в чем была дилемма и вот сейчас вроде бы я пытаюсь опять их тянуть на некронов но орк не поддается на провокации не поддается он снова снова идет в этот проход тактика правильная если бы он сейчас подкал бы некрона вместе со мной он бы был просто следующий я бы сагрил на него все свои отряды ну и долго бы он вряд ли бы сумел простоять таким образом он не дает ни мне усилиться ни некрону усилиться затягивает бой атакует по двум управления у него есть шансы вполне смять некрон а потом уже заняться мной обладая двоекратным количеством ресурсов и гораздо большим числом войск мне нужен был просто момент подловить когда некрон уйдет к орку орк займется собственно им и пустую базу некрону уже можно было вполне пронести я был готов разбираться орком один на один но лишь бы их было не двое чтобы по крайней мере обеспечить надежной защитой один из своих проходов то есть увезти отсюда войска ставить только стены только дурелик видите здесь неплохо уже так затурелился хорошую оборону создал на случай атаки некрона да если имперцы довольно-таки бездаром слились то орк с некроном играют как истинные люди как истинные профессионалы они просто не дают мне где-то сконцентрировать войска и вы посмотрите на кого он пошел он пошел не на орку он пошел на меня вот о чем я говорил не зря я здесь эту армию держал это была не моя балаш это скажем так была производственная необходимость раз некрон меня уже атаковал по этому флангу он в любой момент мог продолжить атаку и войска там были нужны здесь оборонил командор проход до с турельми то там одни турель бы не удержали некронов он мог засветить просто двумя лордами все вот это вот дело и пронести за считанные секунды он наступает наступает получив первый заряд от турели и от мои хвости я вынужден наступать на свою центральную базу потому что убили у меня наконец-то сумели убить коммодора сверх рыцаря и пока его нет обороняться было особо нечем на этом фланге орудийные сервиторы повторяюсь не сдержали в огромную вот эту кучу здесь было полно невидимых и им них не нужно было засветить турели просто не доставали засветами до них и вот я командора высажив серых рыцарей уже его создал сейчас купаю ему щит ну и все основную армию отсюда можно было после этого уводить и попытаться все таки продавить некрона то есть опять ситуация вспожная вы сами видите что давят с обоих флангов кого из них именно атаковать непонятно начинаешь атаковать одного начинает давить другой и опять я вынужден им был отступать чтобы прикрывать свою базу чтобы ее не разнесли с одного из краев отбрасываю в очередной раз я орков подводя сюда основные свои подразделения но в атаку не пошел боялся атаки некронов здесь он стоит пока не атакует но свою орду продолжает собирать реликт захвачен здесь орками но они его застроить не могут потому что он разносит ракетные турели он тут бросил попытки бесполезные но успел все таки его захватить то есть точка он получает определенное количество влияние ставлю я бомбу уже применяю даже и бомбы за охотников хожу назад и взрываю происходит термоядерный взрыв и вся пехота находившаяся рядом летает в иные миры а здесь меня как видите атакует некрон все таки он решил решил попытаться прорваться с другого фланга и теперь я вынужден уже сюда перебрасывать свои основные войска которые атаковали орков видите он не дает мне ни с одного фланга протковать как только я начинаю давить на одного тут же другой сагривается с другой стороны я вынужден опять выступать на прикрытие вот так играет ком через пехоту за микрон вполне неплохо то есть орк он противостоял вполне на равном если бы не моя атака предательская стыла он мог отбиться тогда даже после взрыва термогенератора основного казалось бы что сейчас он сможет прорваться и орк с другой стороны одновременно давит поэтому я не имел возможности отвезти все войска на прикрытие другой стороны они одновременно атакуют в двух проходах как видите он скрыл все свои войска и просто начинает мне тупо расстреливать стены разбирать их а подсветить было нечем потому что войска которые могли подсветить воевали на другом фланге грубая сразу две обилки галусова получает одновременно и расхреначивает всю мою оборону которую я строил здесь 40 минут боя проносит первую стену вторая стена также трещит по швам настраиваю себя дальше турель потому что вижу что они начинают меня продавливать и бегу туда командором и терминатором серых рыцарей мне необходимо было ликвидировать эту угрозу орк пока отступил времени отбился а вот некрон некрон все ближе и ближе подбирался к моим турелям уже начинает уже дамаж типа ним прыгаю сюда командором и начинаю их жар о некрон скетел да они очень сильные очень быстро сняли с него щит но вот таким массированным огнем даже некроны отступают но часть базы не сумели мне пронести тем не менее а с другой стороны снова орки снова орки усиливают давление видите как приходилось играть часть войск агрится на некрона у орков но большая часть все равно лезет ко мне в проход некрон никак от меня не отстанет видите его мания величие превосходит весь здравый смысл он продолжает не столько давить на меня хотя с другой стороны если бы он сумел прорвать вот эту вот область и застроиться здесь построить еще одну базу вот здесь куча турелей он бы начал давить бы на меня вот так вот с краю через космопорт а орку давил через проход и считайте они с двух сторон бы меня зажали и поэтому этот проход ни в коем случае нельзя было отдавать если ресурсов у меня было завались то с точки зрения стратегической и тактической это была ключевая позиция которая должна была быть удержана ух опять огромная толпа около прохода и он с того начинает давление причем там куча невидимок в этом была основная моя беда большая часть отрядов которые могла их засветить находилась же на другом фланге воюя там против некронов и мне пришлось опять сюда тащить своего командора чтобы все это засветить и чтобы их отбросить постоянно и завтра в телепатику я стреляю как только у меня появляются эти объемки но они не сдерживают слишком их много слишком большая толпа но приходится подключать командора серф-рыцаря чтобы их отбросить и его взяла с собой 40 минут и нету никаких подвижек все примерно суются на равных шансы у всех остаются опять же равными никто не может прорвать друг друга ни некронов ни орки ни даже совместная атака не могут меня прорвать друг друга они прорвать так же не могут а я не могу прорвать их вот такая вот ситуация убили варбосы здесь зажали со всех сторон очередного его огромное тело впитывается пески этой негостеприимной планеты который кипит вечная война просто вселенских пахальных масштабов сколько здесь было уже убитых и не сосчитать а сколько их еще будет только половина боя недавно прошла минули мы экватор этого сражения этого видео застраивая основу здесь все стенами естественно мне необходимо было восстановить потрепанную свою оборону тут дополнительных турелей напихал на всякий случай выходя вторая турель бы не сдержали некронов вы сами видели если бы нашел командор с терминаторами серых рыцарей они смогли бы прорваться пришлось очень опасно скажем так делить войска когда орки открывали мой план мне пришлось большую часть войск подводить на защиту базы от некронов тем самым подставляя под удар скажем основную базу но я рассчитывал что сервиторы поддержки сумеют держать орчую орду с турелями и стенами хотя бы на время отбития атаки смотрите сколько он турелей настроил здесь сразу видно что компьютер подчиняется моим командам по поводу ограничений по моему он решил назло мне их наставить максимальное количество насколько там места просто хватало он их воткнул практически итак орк опять здесь начинает разбираться с некроном потому что я некрон поняв всю бесполезность атак на меня начинает перейти на орка ну а он частично делив войска нападает и на меня в проходе и плюс еще и на некрон оставляет дополнительные отряды варбос погибает а некрон прижимает прижимает орка снова прижимает в своей базе но здесь количество уже позиции игра и стреляющих зданий огромно на кожах ну и пехоту которую он порячит за этими зданиями очень правильно делает позволяет ему отбиваться отбиваться даже от двойных атак я решил заняться орком потому что что-то нужно было решать на что-то решаться именно он я считал для меня является основной проблемой с некроном я сумел бы разобраться ввиду более малочисто скажем так войск чем орка я решил заняться именно им стравить стравить их и одновременно вместе с некроном его протковать даже вдвоем его было довольно сложно сломить его лучше просто заколебали дальнобойными вот этими лазерами мильтолазерами тяжелыми с двойными даже терминатор серых рыцарей если не идут с ними в ближний бой получают по самое не хочу от них ну и у командора они снимают мгновенно практически щит станции командора сверх рыцарей не хотел я заходить глубоко сюда потому что в противном случае я сталкивался бы с некроном что мне было не нужно дать протковать по краю но не все так просто потому что повторяюсь видите у него огромное количество войск телепорта здесь он застроил еще больше количества гитбасов гра и все это добро стреляет все это добро стреляет и достает по моим терминаторам здесь не подойти да еще пехота домашьи пехота пушки мяса ставящиеся на песке свидетельствуют о том что не подойти и не подобраться вступаю назад стал терять отряды ведь орк сразу переходит в контрнаступление пытается меня опять на проходе зажать а некрон вступил к себе на базу он не стал тоже меня дожимать и на орку он также агрессив не стал просто там засел на базе и просто сидит ждет чем закончится наша луфа сорок какая шикарная компы играли здесь адово но они играли еще более мощно в бою космодесанта где сражение было 2 часа а там сражение было еще более пищное представляете то что творится здесь а там творилось еще гораздо все мощнее и масштабнее и там также присутствовали орки там были еще и тиранины демоны вот они ломятся в проход отступая всеми войсками под защиту турелей убили у меня сейчас на данный момент командора серых рыцарей это огромный рал сумел его одолеть создаю нового ну и он возглавляет следующую атаку решила уже сорт разбираться до последнего то есть используя все войска забить на некрона и пытаться именно его продавить используя все отряды на этом фланге что позволяет мне уже более мощные атаки развивать изжариваю его из астры телепатик плюс обилки командоров плюс обилки терминаторов серых рыцарей орк теряет почти все свои отряды но создать новую для него не составляет никаких проблем пока я подгрузку его базе он уже там будет готов и во все оружие отступает он своими командосами микрон как видите стоит но тут он пытался а даже это не он это орк обошел меня по центру и пытался протковать через второй проход но он тут встретил ракетный зал турелей и отступает а я наступаю я повторяю сейчас решил заняться орком всерьез хватит тут полумер решил рискнуть оставить тот планк открытым для некронов нужно было на что-то решаться и смять всеми войсками база орка но даже всеми войсками его довольно сложно прорвать как видите это этот план пока не удается телепорты перегораживают невозможность войти к нему на базу а остальные войска просто расстреливают меня с другой стороны из-за телепорта плюс гидпосты игра полный проапгрейдж наносящий дикю урон в таком количестве лапе лапе не уместны как говорится смотрите что происходит на экране сами наслаждайтесь действом норки отбиваются и более того они переходят в контратаку отбрасывают они моих терминаторов серых рыцарей ну не столько пехота скажем так их отбросила сколько защита базы сумел скооперироваться со своей собственной защитой и вполне неплохо отбил мой штурм вынужден я отступать погибает у меня снова командор серых рыцарей поэтому атаку я продолжать не стал хотя конечно были ресурсы даже инквизитором было проблематично отступить смотрится какая раунд у меня накидывается и вот он собрал уже новую армию и снова он рвется в проход то есть он был нацелен на победу и вполне возможно что в этом бою он и победит микрон заныкался у себя на базе такое ощущение что ему надоело все это действие и он решил посмотреть со стороны чем же все дело орки совершенно потеряли к нему интерес решили они уничтожить того наглеца который покусился на их базу священную корову для них и всеми войсками так же как я теперь давят на охотников мои охотники давят на них охотники или жертвы вот в чем вопрос кто мы командор серых рыцарей создан и я перехожу в наступление снова очередная моя атака теперь бой пошел на встречных устах никакой жалости зеленокожим режь беешь и ксеноса еще одна бомба взрывается здесь упаю чуть назад потому что давили они здесь очень-очень мощно зеленокожим терять смысла не было сейчас у меня начинают 100 градусов скажем так такие вполне обоснованные подозрения что через основной проход мне его не прорвать и у меня возник здесь план который до этого я как бы не рассматривал из-за того что подковал мне некрон я прекрасно знал что отсюда можно их проатковать но я боялся что войска уходящие вот отсюда на базу корка с тыла они уже не вернутся то есть если я отсюда из прохода их могу еще вывести на некрона то отсюда я уже вернуть их не смогу если это билет в один конец и если бы некрон меня проатковал в этот момент другой фланг оказался полностью открытым я решил пойти ва-банк рискнуть потому что через центр мне было его не прорвать именно телепорт его мешал я тут употребил несколько атак довольно мощных и тем не менее я не смог ее прорвать он ее отстраивает и настреливает из-за нее и поэтому единственный шанс был прорваться это через дыл то есть рисковать его сзади базы там телепорт не сгораживает и все агитпостыгра после этого уже там второй третья атака его дожать добить но это будет не сейчас здесь план я созрел чуть позже я уже немного задвигаю вперед это была моя вторая красота которая не особо увенчивает с успехом да я пытаюсь продавить его еще раз через центр в надежде что все таки смогу разрушить его телепорту но не все так просто его стоят гонграцы за телепортой огромное количество здесь лутца в древних постоянно атакует варвоз и они не давали разрушить ни с дистанцией ни в ближнем бою ты телепорту подходишь на ближний бой стреляют все вот эти агитпосты игра с пехоты и здания дистанции практически никого урона не наносят терминаторы серых рыцарей по этому зданию потому что с другой стороны отстраивают гречены и вот разборка командора серых рыцарей против варвоза 1 на 1 только варвоз его крупнее но он отступает трусливо бежит а с другой стороны проснулись как видите некроны долго они ждали подходящего момента и деревян обрасывается еще и на меня его нужно наступить потому что это не входило в мой план идти не получается не получается вскрытие барон орка он очень и очень грамотно ее здесь построил узкое место он все зажал и просто из-за здания меня атакуют огромное количество пехоты и своим турелями уручами некрон здесь решил играть третьей скрипкой то есть подождать кто же из нас победит а потом по всей видимости разобраться с победителем практически не атакует просто стоит и смотрит иногда так похаживает но особо не акцентирует внимание ни на мне ни на орке хотя вот с другой стороны смотрите пытается он прорваться снова к стенам но здесь уже тюрили настроена куча стены я уже естественно построил заново и ничего у него не получается он вынужден вступить орк опять давит проход и опять основа как говорится снова я стою в проходе здесь принимает весь урон на себя командор серых рыцарей не включая мужчина там устанавливается и вот сейчас сбрасываю лут потому что именно с большой дистанции они дамажили по моим терминаторам серых рыцарей лежаться с ними не хотел потому что по мне начинал уже стрелять их база до конца боя остается буквально 20 минут 20 минут и непонятно каким образом вскрывать орчью оборону каким ножом открыть эту консервную банку наглухо самурованную и закрытую а потом ведь еще был и некрон а быть может за эти 20 минут они не сумеют сломать инвизицию и победить орк прорвет меня а потом сомнет и некрон следом смотрите и узнаете сами 20 минут эпохальной мясорубки кульминация боя очередная атака инвизиции и очередная героическая попытка оборона от орка орк в этом бою без сомнения герой ну и некрон некрону конечно повезло и повезло что орк согрелся именно на меня иначе бы я его добил бы своей бы первой же атакой его полуразрушенная база да и орк бы я думаю его смял бы если бы он не отступил бы после взрыва термогена и не согрелся на меня в общем некрону просто повезло и он сейчас выживает благодаря этому везению и смотрит кто же победит в этой схватке инквизиции или орки ксеносы или убийцы ксеносов ничего не боясь терминатора серых рыцарей бросается вперед и именно в ближнем бою сейчас я решил телепорту разобрать последний попытка дистанции не получилось сделать я решил это осуществить именно в рукопаш их силовыми алебардами видите ремонтируют гречен с другой стороны и практически не проходит урон все что они наносят тут же тут же они компенсируют и я отступаю назад в виде без полезности бесплодности этих попыток слишком большой урон там из-за телепорта по мне шел потеряв все войска я поставлял свою базу под удар в контратаке орков всегда нужно контролировать свои отряды не сливая их до конца чтобы часть из них хотя бы обороняла базу очень тяжелый здесь урон понес командор всех рыцарей поэтому я отступаю чтобы восстановить и щиты и хп ему а орк орк снова собирает толпу и снова бежит на меня а я отступаю назад я отступаю назад и вот сейчас я решил пойти ва-банк даже подставляясь под некрона даже оставляя свою вторую базу без защиты я решил его все-таки проатаковать вот отсюда вот с тыла потому что я не видел возможности вскрытием обороны именно через центр так можно было еще долбиться часами и он так же бы пер бы и пер бы и пер бы пока у него не кончились бы ресурсы они у него скорее всего бы так и не кончились потому что у меня смотрите какой запас уже 39000 влияния и 87000 энергии вот орка была не меньше несмотря на то что сливал он войска гораздо больше чем я но двоекратный прирост дает себе знаете он прорывается через проход это была кстати еще одна опасность то есть считаете я проход вообще полностью открытым и сейчас хотел атаковать его с тыла с тыла когда все его войска заходят в проход то есть его база была полностью открытой только бы агитпостыгра могли меня там держать и так прыгаю сюда командора начинаю разбор с тыла мне необходимо было ликвидировать вот именно вот эти вот все агитпостыгра тогда я смог прорваться уже и по центру меня не обстреливали поискраю и вот на внезапной атакой инквизистр орк здесь меня вообще не ждал по всей видимости а войска то у него все в проходе вот сейчас он только возвращается но время это уже упущено я уже прорываюсь к нему на базу и начинаю ее крушить в ближнем бою терминаторами плюс и завтра телепатии походят наяриваю и нажариваю мне нужно было за это так как можно больше разнести этих агитпостов именно они заключают в себе лимит войск у орков именно они составляют скажем так главных оборонительную структуру и выбили их и я лишил их возможности спамить войска в таких количествах да плюс еще стрелять во мне так мощно отстреливая там из центра поэтому я давлю 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 они вступили из прохода тем самым в этот момент базу оборонить особо и не надо некрон также меня атакует очень удачный момент я подловил для атаки долго я его насказать ждал перешился на нее практически смело здесь все его эти агитпосты остается не так что у него их много но тут уже и пехота подходит и не дает мне их дамажить вступают в ближний бой разбрасывают его ракетных подразделений с этими пушками моих терминаторов рупаки ближний бой навязывают громилы древние в общем все захлестнулось в одной большой куче как видите очень сильно поврежден командор серых рыцарей с него снят щит но бьюсь до конца попасть смысл не было нужно было как можно больше повторяясь разнести здесь у него этих позиций дополнительных терминаторов сбрасывают выгибает командор я сразу же даю нового но это все время у него выходит варбосс и против него терминатор уже довольно слабы когда еще особенно его поддерживает вся эта орчарда кризисит расстается здесь фактически один с отрядом терминаторов но продолжают они разносить эти агитпосты игра еще один разнесли теперь орд находится в очень уязвимом положение лимит войск он максимально вести не может с другой стороны вести на него начинает напирать микрон пользуюсь моментом а я продолжаю сброс продолжаю усиливать давление он не может сейчас память войска в таких количествах потому что лимит у него подорван да плюс к тому он еще и потерял точку и оборона его весьма потрепана все больше войска сбрасывать не стал потому что это было бесполезно он уже достиг большей численности чем я и он их просто уничтожал прямо на момент высадки решил их собрать снова вот здесь вот и повторить атаку более скажем так основательно он кстати переходит в контратаку на меня чтобы ничего он здесь ждать не стал сбрасываю войска сначала в проход решил отбить его атаку видите он здесь разнес стены но и оставить не стал сбрасываю сюда терминаторов хотел максимально опять армию создать и в этот момент когда он пошел через проход набросился на него второй раз оборона его уже подорвана лимит 8 уменьшен и соответственно шансов меня уже больше второй атаке успеть кончать пользуясь моментом пока мне никого нет атакует атакует и своей армии отступаю еще глубже на базу ставлю стены снова высаживаю командора серых рыцарей и он принимает на себя опять весь урон с другой стороны как видите некрон активизируется он как почувствовал возможность продавить орку он до этого ждал 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 и нет вот он свернул на меня посмотрите он почувствовал возможность что у меня ослаблены войска решил протковать по всем направлениям ничего не получается турели его напугали и он отступает здесь я снова уже установил стены апгрейджу их и создаю новую армию командора серых рыцарей оставил пока в проходе чтобы он разбирался с луксами но остальными войсками готовлюсь к атаке телепортируюсь и вперед пошло поехало атака номер 2 уже более смысл и более мощное потому что подразделения способных меня остановить уорхов осталось уже меньше и базы его значительно слабо относительно первой атаке сейчас нужно было его дожимать репортируя сюда командора серых рыцарей ну и продолжаем атака атака очень опасная стыла но это был единственный шанс она была опасной прежде всего что орхов меня продавить и по центральному проходу с другой стороны могли меня продавить некрону в этот момент но других шансов других возможностей у меня уже не было для того чтобы его прорвать то есть я еще все попытки прорыва через центр самим это бесполезно было и поэтому решил все-таки рискнуть бой надо было заканчивать либо победа либо поражение пошел скажем так ва-банк бросил все и мог потерять все в этой атаке либо приобрести победу так как собой 15 минут и сейчас начинает что-то уже вырисовываться орхо я прессую хотя он сопротивляется даже сейчас даже сейчас зеленокожие не отступают он стоит моя бомба это именно нафиг это я не таймер крутил какой-то вот она невидимая и как только они подбегут бомбу приактивируют я им оставил такой небольшой подарок вынужден снова отступать потому что они опять же наращивают численность на базе не стало терять отряды мне нужна была одна мощная атака одна мощная всего лишь атака чтобы сокрушить его войска не дать ему создать новое и разнести остатки базы а гидпостов грава у него осталось очень мало но у него остались казармы застроенные которые было очень сложно добраться остался лагерь даже два лагеря телепорта но и живая армия и он атакует некроном вот сейчас он совершает ошибку роковая ошибка для орка вместо того шпатковать меня через центральный проход также по всей испугался моих атак и решил пойти добить некрона но это была запоздалая скажем так реакция с его стороны это нужно было делать еще полчаса назад пока он не согрелся на меня я собрал уже максимальный стяг армии и готовлюсь прыгнуть и вот она атака поехали возможно последняя атака на орков их основные силы ушли к некрону и сейчас его база фактически пустая я нет он возвращается назад но возвращается уже со стреляющими сзатым некроном добивайтесь все строения которые у него были лишая его энергии влияния ну и разрушая остатки его зданий способных производить нормальные войска нужно было разнести хотя бы один из лагерей дабы прорваться в телепорте ну и все вот она трагедия орков одна его ошибка за весь бой он отвел войска на некронов этим я воспользовался я видел когда прыгнул командором что его войск там нет и сразу же телепортил уже сюда всех терминаторов серых рыцарей добивая фактически кусту его базу да он успевает вывести варбоса да он там успевает вывести несколько отрядов древних но это уже не угроза для терминаторов серых рыцарей нет у него такого спама как раньше потерял он весь лимит своих агитпостовград соответственно лишается возможности сдавать большое количество войск тем не менее он сопротивляется но это сопротивление уже бесполезно сейчас я уже впускать его был не намерен час двадцать боя против орков де факто ну не чистых час двадцать там еще минут 15 разбирались с имперцами ну грубо говоря час мы с ним бились на равных и все таки инквизиция побеждая человеческий разум казался более прозорливый чем разум машины орк играл очень грамотно очень хорошо весь гоня давал усилиться нам но он допустил ошибку один единственный раз он допустил ошибку пропустив контратаку с фланга не успел отстроиться а потом вместо того чтобы оборонять вот эти рубежи он ушел к ней крону и получил удар и получил удар спину центр повторять его прорвать было ну практически невозможно я считаю что невозможно слишком он хорошо застроился здесь без техники без титанов это взломать было нереально но нужно было выжимать его до самого конца чтобы он лишался абсолютно всех ресурсов а это несколько часов рубилого проще было отковать его так вот именно с тыла но это было повторять очень рискованно это было очень рискованно риск был вполне оправдан разрушая наконец своего телепорта который загоражил мне весь проход и все прорываюсь прорываюсь уже из центра и добиваю его гибнущую базу но повторять остается еще не крон орк сломлен остался еще не крон до конца боя остается буквально 10 минут облепляю его просто как саранчу терминаторами и разрубаю его лагерь достойный бой орков согласитесь это было очень и очень неплохо но это еще не конец видео не конец боя и не конец сражения наконец всего лишь орков кто бы мог подумать некроны которые были практически уничтожены орками орки которые доминировали в принципе весь бой проигрывают раньше некронов ирония судьбы они сами выбрали себе не того противника и этот противник оказался им не по губам не по гулкам и не по когтям не ждал я пока святую с некронами с дистанции разрушаю у него последний его лагерь а вот некрон ждал давно этого момента он активизируется и начинает давить с двух сторон мы организм просто прислуем да погибает он героически сопротивляясь а я атакую сразу сходу некронов ничего я не ждал мне нужно было с ними закачивать тоже быстрее ведь уже затягивался бой затягивался и чувствовал я силы что конечно с некроном один на один я разберусь гораздо быстрее чем с орком потому что у него нет такого количества войск как у орка это раз а во вторых все таки его турели против брони терминаторов не так эффективны как 50 гиппостов гра которые на базе орков стреляли ну может и 50 25 30 там их точно было итак вот она пошла атака заключительная в этом бою смотрите как охотники на демонов убирают микронами но но опять же не все так просто у меня засвечивает замедляет я вынужден идти не назад а вперед атакуя и в турели потому что отступать было нельзя только вперед 1 на 1 я был уверен если 2 на 2 у меня еще 2 на 1 у меня еще были сомнения что они могут протковать разных флангов приходилось держать это уме весь бой до самого конца пока я там не рискнул и этот риск оказался на правду здесь же в принципе я был уверен что снизу они меня протковать не смогут тут он не атакует пытается прорвать опять мне проход но встречается с противлением турели теряет кучу войск а в этот момент я его база и разбегачиваю терминатор серых рыцарей уже в ближнем бою разбирают здесь турели плюс огнемет у них жарит ну и броня позволяет удерживать большое количество урона и вот элита против элиты пари против терминаторов серых рыцарей и терминаторы будут посильнее чем пари даже под огнем турелей все равно они их постепенно продавливают методично турели у него одна за другой разваливаются тем самым китай дает его шансы на победу пока здесь все нормально но я упустил момент за эти вот скоробей которые были с краю они сейчас пойдут захватывать вот эти вот как видите точечки и застраивать я лишил думал его лимит полностью по войскам осталась не одна точка но он успел за моей спиной застроить еще одну и начинает захватывать базу орка тем самым увеличивая лимит пехоте у него в чем проблемка была он не мог с максимальным лимитом не хватало одной точки а сейчас он сможет его использовать за моей спиной он пользует моментом это стоит сделать вот смотрите как все это дело происходило до конца сражения остается наверное 5-7 минут я не помню там час 34 шло или час 30 может быть грубо говоря 5-10 на бою взрывая здесь бомбу разрушая остатки его турелей ну и все лишается возможности обороняться с помощью турелей сумел разнести буквально одну атаку и все его туки ну а теперь он начинает использовать по максимуму войска турели-то разнесены а вот теперь пари входят в бой с лордами и с бессмертными свежевателями но не крон он в принципе сейчас пожинает плоды своего везения он должен был уничтожить еще давно еще час назад он мог кануть в лету но спасает вот тогда орк переключившись на меня и сейчас закономерная расплата за то что он давил на меня мешался потому что он не отковал орка он думал что он самый хитрый в итоге самый хитрый это оказался крестоносец хотя пока он спротивляется спротивляется и смотрите его дополнительный лимит по войскам придает ему сил и он вполне законтрил моих терминаторов опять врубаю здесь свою обилку солара солнечные бури но в принципе она против терминаторов не так эффективна что в ближнем бою неплохо мог сражаться вынужден я пока отступить вынужден пока отступить потому что это толпа меня начинала вставать а с другой стороны критит замедляю в паре движения моего командора но практически урон от них не получал даже не используя щит снимаю здесь точки потому что ну надо было кончать его лимитом войск я сначала не понял откуда у него сколько подразделений появилось учитывая что точки я ему все разнес потом я увидел что он одну здесь застроил разнес я у него две точки и здесь и тогда я понял что он захватил точки на другой стороне иначе на одной позиции он не мог иметь такое количество пехоты тогда я этого не видел все для меня было скрыто вот таким вот туманом войны то есть вот плачочки я видел пространство все что было вот здесь все было для меня скрыто это сейчас вы видите что он тут застраивал а тогда все для меня было скрыто туманом войны я мог только догадываться откуда у меня такой лимит но в принципе это было не так страфично я решил здесь устроить такую финальную красивую разбоку с микронами понятное дело что я их убеждал это был лишь вопрос времени они были зажаты и возможности вырваться никакого не было и если я справился с ним в самом начале с небольшой получиворка то в принципе в конце я также должен был победить хотя была вероятность того что если бы он сумел все таки отбросить меня на базу и захватить полностью вот этот вот край сражение бы еще затянулось минимум на полчаса а то и больше да бой дошел больше чем полтора часа он был довольно давно поэтому я сейчас не помню точный таймрейт я помню но он был где-то около полутора часа его база пока не уничтожена я решил сагриться вот на его фланг вот сюда вот мне необходимо было лишить его лимита лимита именно создание пехоты если бы он терял все свои вот эти вот застроенные статистические позиции он максимум создать там 2-3 отряда но не 6-7 отрядов соответственно победить его было гораздо легче и поэтому я решил разнести его в пристепенную базу которую он начинал здесь строить нельзя давать ему усилиться а потом уже после этого проатковать основную какой у меня был план внутренний план перед самым снимаю я точку ему и сразу же бегу добивать его следующее ведь он начинает затуреливаться снова этого позвольте ему было сделать нельзя ну и чтобы он на базе чувствовал себя особо вольготно я сюда переместил командора и он один разбирается в принципе со всей вражеской армией правда вот совместными усилиями они пытаются с него снять щит но даже этой шати братья не удается это так просто сделать вот она сила командира терминатора серых рыцарей в одиночку сражается с несколькими отрядами парей с целой кучей кукол sol упал его сбор с него щит Я в любой момент мог отступить. Здесь всё уже кончено, и я разрушаю его турели и застроенную фактические позиции, и начинаю ставить свои турели, дабы не дать его строителям больше просочиться, сюда их захватить. Потому что я сейчас бы отошёл опять терминаторами к нему на базу, а в этот момент бы он запросто мог бы опять со спины пройти и опять с точки захватить. Поэтому я там турели ставлю. Дабы не дать ему такой возможности повторно сделать. Ну и всё. То есть у него остаётся буквально, считайте, ну, две точки захваченных и застроенных. Потому что одну я снял, не успел её захватить. Были другие более важные задачи. Попытка расстроить свою базу. И сейчас он может создать 4 отряда максимум полноценно. В паре, наверное, 3 отряда. И я здесь уже доминировал не только по мощи, но и по численности войск. Решил я разнести термоген, поэтому отступаю терминаторами серых рыцарей. Не потому что я испугался одного его духа и пару отрядов свежевателя, потому что я взрываю командором термоген и отступаю. Ударная волна не достаёт по моим войскам, зато достаёт по его войскам. Остаётся у него ещё один термоген, уже тоже сильно побитый и покоцанный. Остаётся всего лишь один монолит. И в принципе всё, ничего у него больше не остаётся. Остаётся несколько минут до конца некронов. Да, он тоже довольно отчаянно спротивлялся, но, согласитесь, с сопротивлением орка было гораздо сильнее. Орк сильнее некрона. Хотя если бы я играл за некронов на этой карте, я думаю, что орку шансов-то было гораздо бы меньше. Потому что все его гиппосты играют. Если порт я мог бы произнести просто бы одними лордами. Засвечивание давая бы им стрелять. Стоять там возрождая погибших некронов, побилки воскрешения. Так, вот здесь я не очень рассчитал, скажем так, взрыв термогена. Соспил он пару моих отрядов терминаторов, но, в принципе, дамаг нанёс, но никто не погиб. Ну и добиваю. Всё. Термогенераторов у него не осталось. Остался только один монолит. Последнее мгновение боя. И воткнутый скипетр лорда некронов. Вот останки его лежат здесь. В героическом сопротивлении ему повезло, он выжил, но расплата пришла к нему. Для охотников на демонов. Норк, красавец, вы ещё в следующем бою за космодесанты знаете, на что способны киранины из единокожих демонов. Там, я повторяю, сражение было просто запредельно зрелищное. Два часа! Два часа мясорубки! Это, по-моему, рекорд на моём канале по длительности боя. Даже один против шести бой был и побыстрее часа. И всё-таки, несмотря на все препятствия, несмотря на все угрозы, где он мне локти спрятался на горе, смотрите, сидит наверху. Решил там остаться и перезимовать. Всё, они проигрывают. Несмотря на все опасности и угрозы, несмотря на то, что отковали меня с двух сторон, несмотря на то, что очень удачные моменты для атаки выбирал Орк. То есть он давил даже одновременно в некоторые моменты с Некроном с двух проходов, и они вполне могли прорваться. Но грамотное распределение войск, обилок и способностей позволяют мне победить в этом бою. Охотники на демонов побеждают. И вот командор врубает свою последнюю обилку. Его цепная молния знаменует окончание этого великолепного и шикарного, я считаю, боя. Давайте посмотрим на результаты. Кто тут что навоевал по статистике. Такие бои бывают крайне редко. Масштабные, длительные и сложные. Действительно был сложен. И я, захватив большую часть карты, доминировав здесь, в принципе, и по ресурсам, и по армии, на своем фланге весь бой. То есть я не дал Нерку мне и Некрону прорваться, хотя несколько раз они были близки к этому. Набираю больше всех и по ресурсам, и по количеству уничтоженных подразделений. Проигрывая только Некронам и Оркам по технологиям. Потому что армии у них были огромные. Смотрите сами. 4084 подразделения было уничтожено в этом бою. Орками мной. 1347 Орками. 1085 Некронами. То есть они вполне сопоставимо с Орками бились. Но армия у них была в два раза меньше. У меня всего 535. Орка 4108. У Некрона 1935. У имперца всего 132. Они практически все погибли в самом начале. Здание уничтожило. 181 Орк. 1814 Некрон. Ну и потеряное здание у меня 10. 174 у Орка. 114 у Некрона. 15 у Гвардейцев. И по общему счету я здесь набираю 25 тысяч. 8500 Орк. 4 тысячи Некрон. 170 имперец. Ну имперец сыграл здесь не ахти. Шансов у него 1 на 1 со мной не было. Пока он тем более не успел раскачаться. По ресурсам очень редко есть случаи, когда я побеждаю компов. Орки проиграют естественно Некроном. Точек-то у них было всего только 3. Но тем не менее он сумел раскачаться за счет безумной сложности. Даже на трех точках набрал ненамного. Он, скажем так, не проигрывает. У меня было точек, считайте, 7 вместе с реликтом. Но у него было всего 3. И тем не менее он собирал 230 тысяч, грубо говоря, влияния и энергии суммарно. Я 332 тысячи. 240 Некрон. Ну у него, понятное дело, там термогенераторы, генераторы. Несколько раз его взрывали, но он сумел восполнить свои ресурсы. 29 тысяч всего лишь имперский Гвардейец. В технологии, повторюсь, я им проиграл. 5 тысяч я набираю. 30 тысяч Орк. 12 тысяч Некрон. И 700-670 имперец. И суммарно по общему счету я побеждаю. Тоже редкий случай. Обычно за счет ресурсов компы и технологии выигрывают по общему счету. Но здесь ресурсов я насобирал на 100 тысяч больше, чем Орк. И на 90 больше, чем Некрон. 362 тысяч я набираю общий счет. 268 тысяч набирает Орк. 257 Некрон. И всего лишь 30 тысяч имперец. Ну вот такой вот бой. Надеюсь, он вам понравился. Если да, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Оставляйте свои комментарии. Как вам сражение, как вам эта эпохальная мясорубка. Те, кто хотели эпика. Я думаю, что в этом бою его получили сполна. Следующий бой будет пехотный за космодесант. Не знаю, когда я его смогу выложить. Двухчасовая мясорубка. Такого вы, повторяюсь, еще просто не видели. Там было такое мясо, что вам даже не могло присниться в самых страшных кошмарах. Ну что ж, вставайтесь на канале. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok